Спорт я ненавижу так же, как школу. И пошла, сюда вышла. Или мы решаем, что мы пишем все вот так вот, и оно у нас идет. Дневник одной девочки. Так называется спектакль студии Индиго. Героиня – талантливая юная художница. Но обычные школьные предметы даются ей нелегко. В итоге родители отдают ее в художественные лицеи. Этот спектакль готовят к городскому фестивалю, который состоится этой весной. Мне кажется, что режиссер должен идти в ногу со временем. Он должен делать актуальные спектакли. И даже если он ставит классиков наших, Островских, Гоголя, все равно кого. Он все равно должен искать сегодняшний мотив в этих спектаклях. Если все будет вот так, и мы не будем делать стандартные классические вещи без ориентира на сегодняшний день, ну, нас молодежь не будет понимать. В городе-курорте действует около 10 студий – учебных, любительских, молодежных. В том числе в станице Анапской, поселке Виноградное, а также в Витязево. Александр Ребец работает в театре с 70-х годов. Сегодня руководит детской студией «Пигмалион». Сейчас они готовят постановку про Тома Сойера. Сразу в двух возрастных группах. Он уверен, что в итоге это будут два разных спектакля. Прелесть театра в эксклюзивности. Ни одно другое искусство не может сделать сиюминутным рождение чуда на глазах у зрителей. Можно снимать фильм и выбрать из этого фильма самые лучшие дубли. Сделать из него фильм, который мы смотрим, с удовольствием много-много лет, предположим. А в театре актер сказал первую свою фразу. Второго дубля уже не будет. Спектр жанров от классики до авангарда. Василий Черепанов руководит молодежным театром «Зеркало». Недавно поставили комедию «Фарс» про дела амурные. И, можно сказать, в противовес спектакль по письмам Винсента Ван Гога о последних днях жизни художника. Дайте мне мои краски. Я должен дописать картину. Ох, красная! На спектакле «Зеркало» приглашает в основном через социальные сети. Активно откликается молодежь. Особенно студенты. Василий Черепанов считает, что у анапских театров достаточно большой потенциал. Среди 3-4 миллионов отдыхающих наверняка найдется 3-4 тысячи театралов. Люди, находясь на отдыхе, приезжая в другой город, они не совсем понимают, что тут происходит. Даже те, кто приезжает неоднократно. И практика показывает, что на многие представления, кроме театра, эта система работает. Люди, отдыхающие разных возрастов, едут в Анапу, там, с Пионерского проспекта. Они приезжают, они смотрят эти представления, они хотят на это идти, платить за это деньги, да и просто получить морально-эстетическое удовольствие. Поэтому, если для начала хотя бы развить именно рекламную, именно рекламную вот эту сферу. В перспективе у Анапы может появиться, по сути, еще одна изюминка. Пока же в студии защитили премьерные спектакли. Даже перед курортным сезоном у сезона театрального есть преимущество. Он открывается при любой погоде. Продолжение следует...